Что получилось, что не получилось в игре? Ну не получилось. В первом тайме планировали другой ход игры. Мы хотели навязать им свою игру, хотели их сразу прессинговать на их половине поля. Но сегодня у них в первом тайме играли опытные игроки. Дринчич, Тубич, Анжелкович. Они втроем полностью контролировали середину поля. То есть не удалось у нас забрать мяч, они постоянно часто владели мячом. У нас практически первый тайм получилось, что мы играли на контратаку. Были сомнения у меня перед игрой по одной позиции. И эти сомнения подтвердились. Сыграло, пропустили гол. Необязательный со стандарта, со штрафного, который заработали на ровном месте, желтую карточку. Ну а второй тайм вроде бы вышли. У них вышли тоже опытные игроки. Нахушев вышел. Вышел у них какой-то там нападающий. Ну, Жерар, как Жерар, не знаю. Ну, мы немножко перехватили инициативу все-таки. Но не устраивает то, как мы пытались усилить игру во втором тайме, освежить ее, перевести игру на чужое поле, чтобы больше создавать моментов. Но получилось все наоборот. Те, кто вышли, не показали ничего. Вот у меня к ним претензии, те, кто вышли на замену. И практически наоборот, у них были ряд моментов, которые мы могли еще больше пропустить. А сами у нас мы создали только один момент. Когда Вадик Чуханцев попал, попал головой в крестовину. Все, и практически больше у нас моментов не было. И вот это вот мне настораживает, что практически из ничего сегодня проиграли. Понятно, что очки уже не вернешь. Каким-то уроком игра станет? Ну, станет это вот обязательно. Меня еще раз такой тоже вопрос интересует, что мы две игры более-менее сыграли в какую-то игру сегодня. Я говорю, вот еще раз, что многие сегодня не устроили. Сегодня игра ихняя, и это вот ихнее физическое состояние. Во втором тайме уже начали загибаться, стоять, отдышка какая-то пошла. Вот неясно, чем они занимаются, у меня вот к ним вопрос будет. Поэтому это, конечно, будет игра по спорям. Для следующих игр будем готовиться, работать. Но еще раз говорю, что сегодня мы не этого должны были проигрывать. Спасибо. Спасибо.